Каждый год в конце зимы в немецком городе Ганнавер проходит действительно интересное и уникальное мероприятие. Это выставка высоких технологий, которая получила название Сэбит. Это действительно огромное и колоссальное событие. В нескольких десятках павильонов представляются сотни и сотни компаний, которые показывают все самые интересные новинки всевозможных отраслей, связанных с потребительской и не только потребительской электроникой. В этом 2011 году мне посчастливилось побывать на этом грандиозном мероприятии и с ним мы с вами и познакомимся. Огромное количество аксессуаров на всех стендах, от которого просто разбегаются глаза. Вот, например, достаточно интересные чехлы, я бы сказал, накладки на заднюю часть айфона. Интересны они тем, что сделаны они из специального материала и имеют бумажное покрытие. Вы можете сами рисовать на этих чехлах таким образом, что действительно второго одинакового чехла, такого же, как будет лично у вас, вы не увидите никогда и ни у кого. Вот уж действительно, чего только не придумают. Интересно, что на выставке были представлены не только отдельные фирмы в отдельных взятых точках мира, но даже и целые страны. Например, сейчас за мной находится улица, целая улица, длиной, наверное, метров 500, посвященная исключительно продукции из Китая. Некоторые аксессуары для телефонов были не только интересные, но еще и очень полезные. Например, вот такой вот усилитель звука для айфона, сделанный из силикона, работает совершенно потрясающим образом. Айфон втыкается внутрь, и мы слышим гораздо более громкий звук за счет вот такого вот эффекта граммофона. Компания 3D Elite предложила свое видение на трехмерного дисплея, который можно смотреть без очков, и при этом получается стереоскопический эффект. За счет чего это достигается? Дело в том, что картинка снимается с пяти разных точек, и внутри этого дисплея находятся пять отдельных LCD-дисплеев. Каждый из них показывает свое изображение, и получается так, что картинка раскладывается в стереоскопическую базу. Несмотря на то, что все это работает, на вид вблизи смотреть на это не очень приятно, потому что в глазах начинает рябить, и смотреть нужно издалека, недолго. И я думаю, что пока, кроме как в качестве шоу, реальной практической пользы эта технология не несет. Красной нитью через всю выставку прошла тема всевозможных планшетов и смартфонов различных производителей, о которых я даже ничего раньше и не слышал, причем некоторые производители умудрились выпустить даже не один, а несколько планшетов, маленьких, больших, тонких и толстых, и каждый пытался удивить и похвастаться друг перед другом своими возможностями. Так лично мне совершенно неизвестная компания E-Funk Digital представила даже не один, а целых пять различных планшетов, один друг друга интереснее, и каждый продается за какие-то совершенно смешные деньги, начиная примерно от 100 евро и до бесконечности. Компания Asus построила стенд размерами, наверное, с футбольное поле, где показывала все, на что способна, начиная от видеокарт материнских плат, заканчивая отдельно углом, где стояли мониторы и ноутбуки. Естественно, на выставке были показаны последние разработки в области хранения информации. В частности, вот здесь Samsung показывает нам карточку microSD объемом 32 гигабайта с шестого класса скорости, а вот здесь Winchester твердотельный жесткий диск на флеш-памяти объемом 512 гигабайт, имеющий интерфейс SATA 3.0. Это просто взрыв мозга. А вот это, ребята, не что иное, как модель в натуральную величину спутника GLONASS, той самой группировки спутников GLONASS, которая сейчас обеспечивает навигацию нашу собственную российскую. Вот наши разработчики привезли сюда и поставили на Сэббите целиковую модель спутника. Сэббите целиковую модель спутника. Сэббите целиковую модель спутника. Сэббите целиковую модель спутника. Я хочу домой. Сколько можно? Не снимайте меня, я устал. Я хочу домой.